Здравия соратники, сегодня у нас 18.33, и поэтому пришло время немножко рассказать вам о Руни-Кью. Устраивайтесь поудобнее, начинаем запись, постараюсь кратко. Итак, в предыдущем разборе клипа Гагариной были интересные вещи, на мой взгляд, показаны. Да, многие заметили, действительно, что это не переговоры, а ультиматум. В этом вот перевернутом мире, в том мире, в котором реальные вещи происходят до их материализации, скажем так. Это реальный мир, можно назвать это квантовый мир, цифровой, не знаю, мир смыслов, условно, как угодно можно называть. Не суть, суть в том, что там происходят некоторые вещи в мире смыслов. Назовем это так. И вся война происходит, и вся борьба, и мир, гармония, любовь, все что угодно, все происходит сначала в этом мире. И да, действительно, этот молодой человек, ну, мужчина, неважно, молодой человек, который находится на войне, действительно дал ей некий ультиматум. Она побежала его выполнять. Сначала попробовала спрятаться в определенном месте, отхожем, скажем так, с определенным полом, красно-черным квадратиками. Попробовала использовать, применить все свои ей данные возможности. Вот этот интересный пол, шахматный, квадратный. Но вот эта вот красно-черность ей не помогла. Парень знал. Потом она вышла, да, в дискомфортное ей место под дождем, без защиты, без зонтиков. Пошла домой, собрала все свои манатки. Посмотрела их, сожгла, старое платье одела, сожгла. И почти голое, без всяких... Снова вернулась к нему, а он ждал. Он не уходил, он знал, что ничего... Ну, она, скажем так, не убежала. Она пошла выполнять его ультиматум. И да, тут регион 38, правильно некоторые заметили. 17-38. 38-11, но еще это регион Иркутска примерно. То есть того места, где Хабаровск, где Ургал, народный губернатор, которого люди еще помнят. Я еще помню, никто не забыт, ничто не забыто. Сидит ни за что. Против него нет ничего. Даже обвинение, по-моему, не выдвинуто. Но он до сих пор сидит. Такой вот узник совести. И... Люди там... Впервые восстали против этого. Против... Деспотии. И за своего народного губернатора. Надеюсь, что он доживет до конца вот этой вот всей паразитарной власти. Выйдет на свободу. И я надеюсь, что люди снова его изберут. Как минимум губернатором, а то и выше. Я лично хотел бы видеть Ургала или Лукашенко во главе той территории, в которую сейчас входит Россия полностью или частично. Неважно, как пойдет. Но без паразитарной власти люди должны будут настраивать, налаживать быт, жизнь свою рано или поздно. И нам нужны будут такие люди, которым доверяют другие люди, которые знают, что делать, скажем так. Ну, а почему я решил об этом поговорить, с этого клипа начать, разбирая руну, показывая руну. Я не знаю. Поискал в поиске, ничто не выбило, не вышло. Октябрь 26-го, 85-го года. Я не знаю, что там было в этом году. В эту дату. Ничего не показывает, но... Дальше идет пластинка. Там была пластинка Queen. Постараюсь сейчас найти, где она с этой пластинкой вспоминает. Музыка играла. Да, вот он просто ждет. И не закуривает. Странно. Это, по-моему, все-таки сигара. Если память мне не изменяет. Глаза. И сейчас найду этот момент, где играет эта музыка, а именно пластинка Queen. Вот здесь буквально на секунду мелькает, но этого достаточно. Попробую поймать момент. Вот. Queen. Альбом 2. Вторая королева. Ну, Queen Elizabeth. И тут типа Е. Классика. Queen. Альбом Queen. Группа такая. Queen в 85-м году она распалась. Прекратилась. И, наверное, вот в этот день что-то произошло. Наверное, погиб Фредди Меркьюри. Предполагаю. Это всего лишь мое предположение. Ну, вот. Поискал. Оказывается, это не все-таки. И даже не дата смерти. Ну, в общем, у кого будут какие-то идеи, это не дата смерти Фаруха, Булсара, певца непонятного парсийского, либо не очень парсийского происхождения. Либо происхождение многих-многих солистов, оно израильское, скажем так. Как бы что ни рисовали, вдруг выясняется. И об этом тоже есть некие намеки и подтверждения. Ну, это лишь предположение. Так вот, у кого есть версии по поводу этой даты, пишите, потому что, ну, не случайно же. Не бывает случайностей в таком клипе. Не верю я в эти случайности и совпадения. Ну, и тут Q. Q это королева, это цифра 17. И это не случайно тоже, я думаю. По крайней мере, в моей паранойи случайного мало бывает. Поэтому давайте остановимся на этой руне мудре, ей соответствующей. Не случайно вот так вот все показывают, что эта руна Q, она ассоциируется только со словом королева и ни с чем больше. Странно. С цифры 17, потому что она 17-я по счету в английском алфавите. В кириллице этой буквы нет, цифры. Ну, а в латинице есть. Поэтому давайте посмотрим, что это означает. Q, это понятно, на мой взгляд. Это контур O. И из этого идет вниз. Но это не слив, не заземление контура некоего. А из центра идет вовне. На мой взгляд, это опора. Чаще всего это опора. Потому что изначально Q, вот оно. То есть, некая опора. Этой буквы. Есть разные версии, разные варианты. Но, на мой взгляд, вот это вот самое правильное. Самое простое и самое правильное. То есть, из центра суть своя. Можно сказать, что это некое начало. То есть, найти себя, оконтурить и опереться своей сутью на что-то. Это связь со вселенной. Это оконтуривание условно. И связь внутреннего с внешним. Многие могут сейчас возразить и прочее. Но я художник, я так вижу. Я так вижу эту руну. Вот это вот первая руна, которую я показываю на графике. Объясняю, как она работает. И сейчас примерно объясню, как это работает. То есть, как с руной, в моем понимании. Никто из людей работать и не сможет. Но как с некой наклейкой. А ее действительно можно взять вот так, как наклейку. И положить на свой внешний контур. Изнутри как бы наклеить условно. Любого цвета можно взять эту руну. Рекомендую синего, либо зеленого. Да, вот примерно так это и работает. Рук, оконтурить, связать. Как удачно получилось. Но рекомендую синюю. Ну, это у меня, по крайней мере. Можно, конечно же, золотой вариант. Очень хорошо работает. Если на себя наклеить, как бы изнутри она будет работать. Можно проверить, как это на себе поносить. Это двусторонняя и безопасная руна. Это просто она гарантирует связь со вселенной. Кого бы то ни было. То есть, любой маг работает. Любая колдушка и прочее работает. Выйдя из вселенной, постараясь не принимать на себя ответственность. Как бы со стороны, замаскироваться. Так вот, это Q означает неузбежность кармы. Если на какое-то явление процесса человека положить эту руну, то он будет открыт для вселенной, открыт карме. И ускорится процесс получения кармы. Плохой, хороший, неважно. Поэтому она безопасна. Если человек открыт, если человеку нечего скрывать, если он в гармонии со вселенной, является частью вселенной, несет ответственность за свои действия, ему скрывать нечего. Q – это руна честных условно. Можно как наклейку вешать на хорошего, на плохого человека, если он не в гармонии со вселенной, он паразитирует и так далее, то ему приметит. То есть, можно сказать, что Q – это руна справедливости. И она означает... Ей соответствует числовое значение 16 тоже. 17 тоже не зря. Ни 16, ни 18. 17 – это другие значения. Ни 119, ни 119 – это усиленный 19. Потому что цифра – это тоже своего рода руны. Поэтому это первая, скажем так, руна, наклейка. В плоском варианте я называю это наклейки, но они тоже работают. В объеме не рекомендую никому начинать работать. Но вот в плоском варианте можно вешать на себя, на семью, на дом. Это защитная руна. В то же время люди, которые... Процессы, которые не в гармонии со вселенной, не смогут проникнуть условно. Если проникнут, они будут частью процессов, идущих во вселенной. Поэтому пользуемся, работаем, все только начинается. И это первая из руны. Я готов дать примерно три руны для начала. Я сейчас их вижу. И их версии на плоскости, и соответствующие им мудры. Тут мудра простая. Вот так вот взять. И это не фига. Фиги соответствуют фукишу. Другая руна, и об этом я расскажу чуть позже. Это будет вторая защитная руна. Хорошая. А теперь вот это вот. Можно вот с этим пальцем, можно с этим, можно вот с этим контактировать. Неважно, вот так вот он. Это руна связи. Вот этому большому пальцу соответствует голова, ментал. Соответственно, это контакт ментала с одним из. И внутрь. То есть внешнего со своей сутью. С внутренним. Можно вот так вот походить некоторое время и посмотреть свое ощущение энергетики, как будет меняться. И можно руну пью, вешать, чертить где угодно. На уголке там двери, на холодильнике, где угодно. Вот хуже не будет. Те, кто в гармонии со Вселенной, тот, кто донор, не паразит по своей сути, тот, кто хочет гармонии во Вселенной, тот не боится носить эту руну. И эту руну можно вешать, повторюсь, на всех. И на хороших людей, и на плохих. То есть она просто раскрывает связь. Сила нехороших людей, паразитов в том, что они убегают от кармы условно. Они творят свое дело и пытаются как-то скрыть. Вот эта вот руна не даст им скрыться. Она все наверх. Не случайно кью аноны везде показывают циферки 17 и эту руну кью. Потому что циферки тоже наш инструмент. Очень глупо отдавать такой хороший инструмент, назовем это магический, тонкоматериальный, только врагу. Врага нужно бить в том числе и его же оружием. Точнее, тем оружием, которое он себе прихватизировал, присвоил, забрал у нас, низведя нас до уровня животных, не давая нам информации об этих всех вещах. Вот пора начинать. Пора начинать умнеть и сражаться, и защищать себя на этом уровне. Может быть, чуть рановато, надо было чуть позже, но... Сегодня хороший день. Сегодня 6, 3, 2022 густого. То есть перевес, куда эта троечка перейдет, можно ее и туда, и туда. То есть некий баланс. Сегодня переломный момент. Поэтому сегодня, в этот день, в это время, в которое я начал этот ролик, мне кажется, самое время дать людям вот эту мудру. Поэтому помним. Вот. На разные уровни можно. Разные пальцы, безымянный, средний. И работаем. И можно чертить и пытаться, либо мысленно вешать это себе на внутренний контур. Почувствовать свою ауру и как бы приклеить внутри. Можно снаружи. И смотрим ощущения, работаем, мониторим состояние, мониторим изменения. И комментарии пишем куда угодно. На форумы, в чаты, в группы цельнозора. Я думаю, ощущения и результаты будут самые позитивные. Пора переходить к более-менее активным действиям по защите себя. Изменишь себя, изменишь весь мир. Поэтому добра, соратники. Работаем. Все только начинается. Продолжение следует...